Я хочу сегодня поговорить на одну тему, тему принципиальную. Она касается главы Бришлах. То есть грех лазутчиков и грех нашего народа, который причиной отправления нас лазутчиков и принял из них то зло, которое они говорили, является реально причиной всех наших изгнаний. И есть у этого греха один аспект, то, что говорится, не помню точно где, во имя особой Расхемдане презрели желанную землю. То есть не ценили святую землю и в итоге из этого мы изгоняем из нее. Есть в последних поколениях многие вещи, они очень затуманены, стерто понимание их. То есть, поскольку Герцог и его сообщники превратили землю Израиля как девиз еврейского государства, то, по большому счету, сам этот девиз секулярное государство в Святой земле, нет большего скверения Святой земли. Это не… Он хотел здесь построить Свейцарию. Вот… Это есть, по большому счету, еще раз, скверения Святой земли. И когда Святая земля – это место храма, место отражения Всевышнего, когда здесь живут, можно и работать, и можно учиться, но живут в святости, когда мы поднимаемся в Святую землю, чтобы здесь заниматься Торой, добрыми делами, то это освящение Святой земли. Смысл Святой земли – это место нашей близости со Всевышним, то есть, так же, когда молодожены женятся, их дом – это место их близости. Так Святая земля – это близость наших со Всевышним, это место храма, это место пророчества, это место более подходящего ведущения Тора. Есть замечательное место в Масахет-Ктубот. Так говорится, что один человек, который учится Тора в Святой земле, он равноценен двум, которые учатся за границей. Однако тот, кто учился за границей, кто приезжает сюда, он равноценен двум, которые учились в Масахет-Ктуботе. Это вот здесь объяснение, это не просто так. Там, наоборот, что это Маршо, это Пэрэк-Мадир на Сахет-Ктуботе, что, учитывая, что люди творились над Торой, вместе с более глубоким сокрытием Великого Творца, гораздо тяжелее, гораздо непонятнее. Они привыкли, так сказать, тяжело работать. Когда с этими силами приезжают на Святую землю, то они успевают гораздо больше. Я помню хорошо, когда меня вывезли первый раз в Европу, в Швейцарию, в Германию. Девять лет тому назад, я помню, там немножко повозили меня по Германии. Там я был на могиле Марам Рутенберга, там еще были на могилах великих мудрецов вторых в Франкфурте. У меня было такое очень тяжелое ощущение, какой-то скверный, который висит в воздухе. И особенности в Германии. Мы возвращались обратно, уже мы ехали из Штунгарта в Цюрих. Я очень хотел, чтобы успеть помолиться Минху, уже после выйдя за немецкие границы. Хотя бы это не там. Но не получилось, опаздывали. Одновечно просто меня поразило, как в этом скверном месте наши величайшие мудрецы Торы трудились на Торы и дали нам это, дали нам величайшие, то есть это следие этой Раши в Вермайзе, это сейчас Германия, это Вормс сегодня. Это все это... Германия была большим местом Торы. Это было местом Торы не в силу святости места, а в силу противостояния несвятости места. И когда место святости, то есть чем покупали новоприбывших левые сионисты в Артисрове? Заповеди, говорят, нужны были там за границей, чтобы сохраниться евреям. А тут мы в своем государстве уже ничего не надо. Ничего не надо. Понимаете, что это колоссальное разрушение святости святой земли. И из-за нашего противостояния этому сионизму, чтобы вверх застроить должны быть евреи, как все народы, можно вместе с грязной водой вылить из лоханки ребенка. А что есть ребенка? Это важность понимания святости святой земли. Это в многих очередных сфер. Эта сфера очевидна, что нет такого места Торы сегодня, как и Артисровь. Нет такого. Все убили, слава Богу, и есть Торы в Америке, и в Европе, слава Богу. Но такого размаха, такого не только количества, но и качества. И объясню вам, что такое качество в изучении Торы. В Артисровье здесь учат… У меня был один разговор. Это было лет 13-го назад. Почти 13-го. Я в Чикаго встречался с одним-то, с одним на Войшиве там. Мне нужна помощь финансовая для поддержки нашего ВРХ. Мы там поговорили, полезный был еще разговор. Денег он не принес, но пользу принес. Он мне сказал такую вещь, как это может быть ситуация, когда глава Колеля, он не обеспечивает ЭВРХ. Ну, это хорошая очень идея, но он прав, конечно, но в этой стройме так не живем. Колеля и Шимы дают какие-то зачатки по питанию ЭВРХ, а дальше человек появляется сам. То есть есть огромное достоинство Торы Святой Земли, которое называется Тора Меттохадхак. Тора в ситуации со стесненной. Тора Меттохадхак. Когда человек любит Тору в состоянии стесненной. И это изучение Тора со стесненной – это огромнейшее достоинство. И надо еще к этому добавить, добавить то, что сказано нашему доецам, что АВИРА ДЕРА ЦИСРОЙН МАХКИМ, что воздух Святой Земли добавляет мудрости. АВИРА ДЕРА ЦИСРОЙН МАХКИМ. И то, что сказано, КИМИЦИОН ТЕЙЦАТОЙ РУД ВАРАШЕМ ЯРУШЕЛАЕМ, из СИОНА выйдет Тора и Слова Всевышнего из Иерусалима, что есть действительно истинное место Торы, и постоянно это расстроить. Поверьте, надо строить место Торы везде. Из этого человек может оставить Святую Землю, чтобы сделать открытие Шивы и руководителей. Но почему это надо? Потому что там есть общины, которые сейчас еще... Масхиех не пришел, они еще там. Поэтому надо там строить ТО, безусловно. Но если мы говорим, где Тора на другом уровне, на лучшем уровне изначально, я вам скажу, что он сказал Хамис Хаим. Очень интересная вещь. Что мы обрели безгнание колоссальное богатство. Безгнание было написано в Вилонский Талмуд, все книги Ришаным, практически все книги Польским. Шухонарух, Тур. Тысячи книг. Тысячи книг. Раскрытие высшего духа Торы, который наши мудрецы... Тяжкая работа на Торы в состоянии изгнания. Есть Тософот, который был написан нашими авторами Тософот, в ночь перед тем, как их вели сжигать. В Франции. В Франции. Это тяжелейший, глубочайший Тософот. Так... Так... Это Тора Европы. Тора Европы. Однако пишут на Хватцхайе... Все уже написано, все уже составлено. А где это лучше учить? Святой Земле. Святой Земле. То есть... Это надо хорошо понимать. И добавлю еще одну принципиальную вещь, которую я говорю всегда. У меня всякие знакомые, близкие нам семьи, которые живут в Европе, живут в Америке. И я приезжаю идти сюда учиться в Мишиме. Я умею, так сказать... Постоянный мой рефрен. Говорю, ты хочешь остаться, учить Тору? Это легче бороться с Роем, чем за градицей. Гораздо легче. Гораздо легче. Проверено. Я знаю, что я говорю. И есть тут одна проблема. К сожалению, зачастую люди не понимают духовных достоинств Святой Земли. Они видят недостатки, которые не сравнимы с достоинствами. Что сейчас имею в виду? Нашим друзьям сказали страшную вещь. Тот, кто живет вне страны Израиля, как будто бы у него нет Бога. Это надо объяснить, что это имеется в виду. По большому счету, безусловно, везде. Везде. Евреи, может, удостаивается, может, достоится. Личеством наблюдения Всевышнего, как же Гаха Патит. Однако, это проще и легче. В месте, в котором сказано, что глаза Всевышнего на этом месте с начала города, конца года. И тут нам нужно научиться не повторять грех возводчиков. Я объясню вам. Я сталкивался с этими вещами. В общем, я говорю о религиозных людях, а не нерелигиозных. С нерелигиозных тут взятки гладкие. Пусть они еще Бога поверят, а потом поговорим. Нет, 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 это тема. Они чувствуют, люди приезжают откуда-то, неважно откуда. И чувствуют себя, аккуратно вылезанными в европейском городе, лучшего разве строят. Люди там более, так сказать, вежливые, более того. Ну, слушайте. Германия была очень вежливой стороной до катастрофы. А что за этим скрывалось, мы знаем. Что за этим скрывалось. И когда люди из-за этого оговаривают Святую Землю со своими знакомыми и родственниками за границей, а еще, когда они сами из-за внешнего, так сказать, благополучия, внешнего благополучия оставляют Святую Землю и уезжают за границу, это катастрофа. Это катастрофа. Понимаете, есть такая ситуация, когда человек по каким-либо причинам не смог здесь строиться. Для кого же такая ситуация? Есть судьи Авталмуде, высокотехи мужчин, хотел подняться Святую Землю, не смог устроиться. Поле того, пишут на Марта Дэшин, что у человека есть его трудноторые служения за границей, а в родственнице это будет на уровне ниже, он не должен подниматься на Святую Землю. В основном все-таки, что это было причиной подъема, поднимается Святую Землю. Если вы считаете, это не подъем, это спуск, не нужно подниматься. Но большому счету надо очень хорошо знать, что то, что человек... Я помню хорошо, когда я был в Америке 20 лет тому назад, там я был в Шаббатом, из моих старых друзей, там я обсуждал с гостями, какие планы учебы тут, и мне сказали, что видно, что ты застроен. Говорят, что надо кончить Басекет, кончить ШАС, тут только как-то не говорят. Это было место тоже там, не было какое-то место, это не было, Петербург, не Москва, не Киев, это было место тоже серьезное в Америке. И есть тут еще одна вещь, что у людей не было легко оставить Святую Землю. Не было легко. Когда нужно, ради заповеди, можно уехать, чтобы вернуться, можно поехать, чтобы оставить место Торы, я с этим не спорю ни на секундочку. Но чтобы это не было легко. Потому что вопрос Святой Земли, это вопрос близости к Всевышнему. Это надо понимать. Поэтому в конце мы оставим Кутубот. Есть там такая интересная тема. что нужно всегда думать. Так говорится, что если муж или жена хотят подняться на Святую Землю, а их пара не хочет, это причина дать Гет. Реально надо договориться по-хорошему. Но это не самый лучший вариант Гет. Но то, что, допустим, если жена хочет поднять Святую Землю, а муж не хочет, он должен дать ей Гет, выбрать всю Кутубу. Это говорит мне сейчас не о том, что так надо делать. Реально. Реально надо договориться. Но от важности подъем на Святую Землю. И опять же, чтобы он подъем, чтобы она была Святая Земля, а не что-то другое. Чтобы она придет Святую Землю, чтобы жить не по-еврейски. Сказано в книге Цифр Хорейдин, что Святая Земля отторгнет из себя. Что на самом деле это произошло и происходит с огромным количеством потомков, основателей израильского государства светских. Они все длительно находятся неприятно где. В Нью-Йорке есть огромное количество израильцев. Миллион, два. Много-много. Я их видел. Надо, чтобы наша жизнь в Святой Земле была подъемом. Я могу просто пример. Очень такой непростой пример. Когда великий Саба Ислободки привел свою Ишиву Ислободки в эту строю. Знаете, Ишива его, то место, от него пошла вся Тора последнего поколения. Так говорил Равшах. Он знал, что он говорил. В Святой Сабодке учился и Равшах. Там учился Папа Рабицкого Зильбера. Это вот место, которое вышли. Вся Тора, вся остальная веса Тора не вышла оттуда. И вот приезжает Святую Землю Саба Ислободки со своими учениками. Я видел учеников, кто приехал с ним. Еще он застал их живым. Он считал, что ему, они, Ишива, не на уровне поселиться в Иерусалиме. В социальности Иерусалима. Поэтому они поселились в Хевроне. Однако Всевышний было год дошло другое. Поэтому после погрома в Хевроне Ишива переехал в Иерусалиме и стал называться Ишиват Хеврон. Ишиват Хеврон – это Ишива с Сабы Сабодки. Он основал эти условия и так далее. И я просто пример. Кончается Масэд Ктубот. Очень интересно, что наши мудрецы заботились, чтобы чувствовать себя хорошо на Святой Земле. Урок, когда жарко, так он пересаживается из учеников в тень, чтобы им не говорили, что им плохо на Святой Земле. Это причина – купить кондиционер. Я не смеюсь. Я не смеюсь. И дай Бога нам и всем нашим народу напернуться на Святую Землю и святости. Чтобы это было место присутствия Ишхины. Вообще, большому счету, Святая Земля – это большой храмовый двор. Со всеми заповедями, святостями и так далее. Это первая тема, которую я хотел сегодня поговорить. Куда? Можно вопрос? Да, пожалуйста. Это самое положение Иерусалима? Да. И попросту Иерусалим имеется в виду не Рамот. Имеется в виду старый Иерусалим. Это считается Иерусалимом. Хотя… Где – точно не знаю. Я знаю, что есть общины, которые очень-очень стараются поселиться в старом городе. Но нам вообще есть право сюда уезжать? У нас уезжать тоже как… Нет права выезжать за пределы из Иерусалима. Нет такого, нет такого. Однако, я вам скажу. Так называемый Ишуа Яшан – старая иерусалимская община. Они очень-очень не любили выезжать из Иерусалима. А если выезжали, они там не ночевали. У нас сейчас невестанного младшего сына. Она из Иерусалимской семьи со старой мамой. Она почти из Иерусалима не выезжала. То есть, она вернулся в Иерусалиме. То есть, это… Нет такого запрета. Я просто говорю, что это была атмосфера, что… Есть интереснейшая история. Когда ради спасения общины Святой Земле нужно было Иерусалиму Хайбазону Финду. Встретиться с царем Иорданией Абдалой. Это было где-то лет 90 тому назад. Даже больше – 95. Но надо было поехать за Иорданией. Восточный берег Иордана. Это тоже Святая Земля. Восточный берег. Скоро будем считать, что получили эту дегадовую Иерусалиму. Он не хотел этого делать. Он поднял Святую Землю из Венгрии. Не с тем, чтобы отсюда выезжать. Это тоже есть разница. Пока его не уговорили великим инвеститорам, чтобы он сделал отратный долг на решение обета. Так как ради благополучия общины Святой Земле нужно это сделать. Этот вопрос не такой простой. Но главное, опять же, повторяю, надо использовать духовные ресурсы Святой Земли, чтобы остыть здесь в Торе, в праведности. И, действительно, Святая Земля требует от нас больше богобоязненности. Я немножко вещи объясню. Сказано, может быть, мы это не раз говорили, Святая Земля не терпит нарушителей Торы. И пишет об этом в Венгрии городе, что имеется в виду не только евреи, но и не евреи тоже. Как это было с выходцами из Куты, из Куты, который привез Анигри в Розестрое, которых кушали львы. Кушали львы их кушали, пока они не сделали геор. Не важно, хорошее или нехорошее, но не важно. Потому что они поняли, что... Они поняли это. Потому что, дай Бог, надо всем евреям сегодня понимать, что неподобавленность в той земле жить не по законам Всевышнего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok